Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. 8 тысяч полицейских уволены в Анкаре и Стамбуле после неудачной попытки военного переворота. Власть подозревает их поддержки участников путча. Всего, по последним данным, задержаны больше 6 тысяч участников мятежа и сочувствовавших им. Ранее суд Анкары разрешил арест почти сотни военных, среди которых генерал ВВС Хакановрим. Сейчас в Турции рассматривают вопрос о возвращении смертной казни. Между тем, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства Ехан-Исхан перед заседанием глав МИД стран Евросоюза заявил, перевороту предшествовало создание списков причастных еще до самого путча. Турция должна помнить о конституции и верховенстве права. С таким заявлением выступила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерико Магерини. Она призвала местную власть соблюдать принципы демократии и прав человека при арестах подозреваемых в мятеже. Также Магерини попросила соблюдать законодательство Турции в части ответственности за попытки свергнуть власть. Представитель ЕС подчеркнула, у руководства страны нет оправдания для уклонения от защиты верховенства права. В столице Казахстана неизвестные напали на здание местного РОВД. Семь человек погибли, восемь ранены. В городе введен красный уровень опасности, объявлено о начале проведения антитеррористической операции. Жители города просят не покидать дома, избегать мест массового скопления людей. Отключена мобильная связь, в разных районах слышны выстрелы. А в Ницце открылся Центр поддержки родственников жертв недавнего теракта. Он работает круглосуточно. В Центре люди могут получить психологическую и религиозную помощь. Детали в следующем сюжете. Центр открыли жители города. В нем находятся представители нескольких религий. Сам по себе факт нашего присутствия здесь помогает справиться с чувством одиночества тем, кто больше никогда не увидит своего сына, отца или дедушку. Человеку очень сложно перенести, когда другого человека физически больше нет рядом. И здесь мы можем поддержать друг друга. Добро должно восторжествовать над злом. Этот мужчина, который направил грузовик в толпу, не человек. Он утратил всё человеческое. Погибшие пролили свою кровь за нас, чтобы мы продолжали держаться вместе и оставались сплочёнными. Трагедия произошла в прошлый четверг. Вечером на английской набережной Ниццы, после салютов через дня взятия Бастилии. 31-летний мужчина въехал на грузовике в толпу людей, после чего он начал умышленно давить прохожих и делал это на протяжении двух километров. Не меньше 85 человек погибли, ещё больше ста пострадали. 18 в критическом состоянии. Среди погибших – 22-летний украинец Одессит. Полиция застрелила злоумышленника. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. Тем временем у больниц, куда доставили пострадавших и тела погибших, люди ждут информации о своих пропавших без вести родственниках. Шестилетнюю внучку этой женщины идентифицировали среди погибших. В то же время никакой информации о матери девочки, с которой она была на празднике, пока нет. «Мы здесь уже три дня только и делаем, что плачем. Нам нужны новости. Это же несложно. Есть фотографии, несложно опознать человека. Нам не нужны минуты молчания. Нам нужны две минуты информации. Это ожидание просто убивает». Французская власть обещает завершить опознание всех жертв как можно скорее. За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. Пятеро получили ранения. В штабе сообщают, обстрелы не прекращаются на всех направлениях. На Луганском их было семь, в том числе три минометные. Донецкий напрямок. Найбільш запеклые практически целодневные бои продолжают в Авдеевской промзоне. На вечер враг начал потужный минометный обстрел, что продолжал около пяти часов. При этом под огонь окупантов снова потрапили житловые кварталы. В результате обстрела пошкодили два домика, поранено местного жителя. Другой район серьезных перестрелок – это Зайцеве, где противник также ведет огонь практически беззупинно. Зазначим, что враг проводит обстрелы сразу с двух направлений – с півдня и схода. На обоих позициях боевиков разгорнуто важкое оружие, в частности 82-мм минометы. На Мариупольском направлении прошлой недели произошло семь минометных и три снайперских обстрелы с боку противника. Основные горячие точки – это район Старогнатьевки и Широкинова. Сегодня стартовали американо-украинские учения «Сибриз-2016». По легенде, в кризисном регионе проходит многонациональная операция по обеспечению безопасности. Учения состоятся в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря. Капитан первого ранга ВМС Украины Роман Гладкий говорит, в этом году «Сибриз» расширяет свою географию. В маневрах примут участие корабли и катера Украины, США, Турции и Румынии. Прибудут морские пехотинцы и специальные подразделения от нашей страны, штатов Молдовы и Грузии. Они будут проводить операции как в Межведовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, так и на юге Одесского региона. В частности, речь идет о морском и воздушном десантировании. В Рио силы безопасности продолжают готовиться к летней Олимпиаде. Власть Бразилии провела третью учебную операцию. В ней участвовали больше двух тысяч человек. Среди них военные, полицейские, олимпийские чиновники, водители и волонтеры. Больше 250 автобусов в сопровождении полиции проехали по городу по заранее спланированному маршруту. Его конечная цель – стадион Маракана. Там состоится открытие летних игр. Официальные лица Бразилии говорят, информации о планировании конкретных атак во время Олимпиады пока не поступало. Тем не менее, проблема безопасности встала перед бразильской властью еще острее после теракта в Ницце. Планируется, что порядок в Рио-де-Жанейро во время игр будут обеспечивать около 85 тысяч полицейских, военных и других представителей правоохранительных служб. Бразилия сотрудничает с иностранными разведками, чтобы обмениваться информацией и разрабатывать стратегию обеспечения безопасности. Жители Рио по-разному относятся к тому, что на время Олимпиады появится такой многочисленный полицейский и военный контингент. «Сейчас безопасность в Рио на высоте. Здесь военные, федеральная дорожная полиция, охранники, военная полиция. Каждый день мы такого не видим. А мне хочется, чтобы они остались здесь надолго». «Если они, террористы, разрушили башни-близнецы в Нью-Йорке, как думаете, могут они атаковать стадион Маракана? Могут, не правда ли?» Ранее в Рио-де-Жанейро проходили учения, во время которых отрабатывали действия при угрозе взрывов, химической атаки и нападения с моря. Напомню, Олимпиада начнется 5 августа. На соревнования приедут больше 10 тысяч спортсменов из 200 стран и больше полумиллиона туристов. Власть Венесуэлы второй раз за месяц открыла границу с Колумбией. Гражданам позволили купить все необходимое в соседней стране. Зачем едут, узнаем из следующего сюжета. За выходные в Колумбию попали и вернулись обратно десятки тысяч венесуэльцев. Люди устремились в приграничные магазины и аптеки, скупая лекарства и продукты питания. В Венесуэле многие товары первой необходимости давно в дефиците. Хорошо, что у нас появилась возможность пересечь границу и пополнить запасы, чтобы привезти нашим родным необходимые товары. Президент Николас Мадуро закрыл границу с Колумбией в августе прошлого года. Так он решил пресечь деятельность контрабандистов. За последний месяц он уже дважды распорядился временно открыть проход в соседнюю страну для венесуэльцев. В первый раз границу открыли 10 июля. Во второй – неделе и позже. В минувшую субботу в Колумбию за продуктами пришли 44 тысячи венесуэльцев. В воскресенье – лишь немногим меньше. На данный момент перешли границу более 35 тысяч человек, в основном венесуэльцев. Приходят и дети, и пожилые люди. Наибольшая помощь в настоящее время предлагается тем, кто прибыл в Кукуту за необходимыми продуктами. Венесуэла уже несколько лет переживает экономический кризис, который усугубился из-за падения мировых цен на чёрное золото. В нефтедобывающей стране стремительно растёт инфляция, полки магазинов пустеют. Люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить нужные им товары. При этом они жалуются на участившийся случай мародёрства и насилия. Венесуэльская оппозиция и бизнесмены винят Мадуро в недальновидном управлении страной. А президент заявляет, что стал жертвой экономической войны, которую ведут представители бизнеса и некие заграничные силы. В Украине падает уровень безработицы. В июне она сократилась почти на 6,5% по сравнению с показателями годом ранее. Безработными в стране числятся 389 тысяч человек. Среди населения трудоспособного возраста количество безработных сократилось на 0,1%. Всего 1,5% таких граждан остаётся без места труда. Пособия по безработице получают чуть больше 314 тысяч человек. При этом его средний размер вырос и сейчас составляет 1547 гривен. В Мельницкой области выпал гигантский град. Он повредил дома, автомобили и урожай. Повалено много деревьев. Некоторые градины достигают размера спелого яблока. Стихия нанесла ущерб. В 20 населённых пунктах повреждены крыши почти 700 зданий. Три авто из-за порывов ветра отключено электроснабжение в 59 поселениях. А завтра практически по всей Украине ожидаются сложные погодные условия, кроме западных областей. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Вероятны грозовые дожди, местами град, порывы ветра и шквалы 17-22 метров в секунду. Ночью в ряде северных и центральных областей сильные ливни, крупные грады и шквалы 25-30 метров в секунду. Компания Илона Маска SpaceX совершила успешный запуск грузового космического корабля Dragon к МКС. Старт состоялся с базы ВВС на мысе Канаверал. На Международную космическую станцию корабль доставит больше 2,5 тонн груза. Это продовольствие, оборудование для научных экспериментов, а также новый узел стыковки со станции для американских коммерческих кораблей. На МКС установят два стыковочных узла. А в будущем они позволят принимать на станции коммерческие рейсы SpaceX и Boeing. Как заявляют в НАСА, второй узел доставят на МКС в 2017 году. Корабль Dragon достигнет станции 20 июля. Ступень ракеты-носителя, которая отправила его на орбиту, также успешно приземлилась. Компания Маска разрабатывает технологии, которые позволили бы удешевить космические путешествия. Ранее SpaceX провела одну удачную посадку ступеней ракет на сушу и три на платформу в океане. Как ожидается, тестовые пилотируемые полеты на МКС SpaceX запустят в следующем году. Очередной этап мирового чемпионата «Воздушная гонка» прошел в Будапеште. Фигуры высшего пилотажа выполнили лучшие пилоты планеты. Свою лидирующую позицию в общем зачете подтвердил немец Маттиас Долдерер. Он пролетел по трассе с установленными на ней воздушными воротами за 58,65 секунды и заработал 11,25 балла. Разрыв с ближайшим соперником, австрийцем Хансом Арком, составил больше 15 баллов. Мне все равно, какое у меня преимущество в общем зачете. Он просто отражает то, что вся та работа, которую мы провели с нашей командой зимой, начинает приносить плоды. Мы счастливы и мы с нетерпением ждем следующей гонки, которая начнется с нуля. Следующий этап намечен на 13-14 августа и состоится в английском городе Аскотт. Авиаслалом – это динамичный вид пилотирования, в нем важны не только скорость, но и точность. Самолеты пролетают через воздушные ворота на скорости, которая иногда превышает 400 км в час. Это означает, что пилоты должны обладать наивысшим мастерством. Именно поэтому перед началом чемпионата участники проходят строгий отбор. В гонках используются самые легкие, маневренные самолеты из существующих. Но главным фактором успеха является именно мастерство пилотов. Впервые подобный чемпионат прошел в 2005 году. В Японии показали робота с искусственными мышцами. Необычную машину разработали инженеры Токийского технологического института. Мышцы гуманоидного робота состоят из множества искусственных волокон. На его скелете они крепятся в тех же точках, что и в человеческом теле. Для сокращения и расслабления мышц используется сжатый воздух. Ученые говорят, робот умеет ходить, сжевать и выполнять другие несложные движения. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Завтра, как всегда, самая свежая информация. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова